В прошлом году в Казахстане количество квот на экстракорпоральное оплодотворение увеличили до 7 тысяч. Это произошло благодаря запуску программы Ансахан Саби. В рамках нее на северный регион было выделено 217 квот. Одной из них воспользовалась 35-летняя жительница Петропавловска Евгения Катина. После второй программы ЭКО она стала мамой. К этой цели я шла больше 15 лет. Это мой второй брак. Активно мы начали готовиться с 2020 года. Многие люди отчаиваются, опускают руку. Вот у нас не получилось, значит не нужно, значит не стоит. Не нужно так думать. Если есть цель, то нужно просто идти к ней. У нас родился сын Дмитрий. Было плановое кесарево сечение. Через пару денечков мы уже будем дома. Нас дома все ждут. Ни одна квота, выделенная в прошлом году не пропала. Положительный результат от программы ЭКО получили 110 женщин. Радость материнства уже испытали 40 североказахстана, которые в прошлом году прошли программу ЭКО. В 2022-м на область в рамках программы Ансагансаби была выделена 201 квота. Чуть меньше половины уже одобрены. Вы обращаетесь в поликлинику. Поликлиника дает перечень необходимых анализов, которые вы проходите также в поликлинике бесплатно в рамках обязательного социально-медицинского страхования. Пройдя все необходимые анализы, вы направляетесь в перинатальный центр. В перинатальном центре определяют по вашим анализам возможность проведения данной процедуры. Затем, если есть подтверждение на комиссии, также при управлении здравоохранения, вам выдают квоту на данную процедуру. Наши пациенты могут получить эту услугу в любом центре нашей республики, который имеет договор с фондом медстрахования. Центров, которые специализируются на ЭКО в Казахстане, свыше 20. Пары выбирают их самостоятельно. Но прежде чем поехать в них, будущие мамы около 2-3 месяцев обследуются. С момента первичного приема, когда женщина к нам обращается, мы изначально определяем фактор бесплодия. Возьмем самый простой и более приемлемый – это трубный фактор – непроходимость маточных труб. Мы проводим обязательно гормональное обследование, берем обязательно кариотип. Кариотип – это набор хромосомный, который показывает вероятность возможную хромосомной патологии у женщины. Поэтому для исключения у ребенка мы обязательно проверяем кариотип. 30-35 лет – это наиболее такой возраст, когда женщины обращаются. В случае неудачи воспользоваться государственной квотой можно повторно. Ограничений по возрасту в программе нет. Дарья Пышмынцева, Александр Янцен, МТРК